Они договорились встречаться каждый год. И вот Ука Чавес снова в Беларуси. Это уже пятый визит венесуэльского команданта в Минск. Встреча у ступеней городской резиденции Александра Лукашенко, как и всегда, дружеская и тёплая. Для Чавеса, во всяком случае, Минск показался теплее, чем Москва, где он был накануне с визитом. Привет, ребята. Уже ты вложил много своей энергии, кипучей, своего доброго сердца в строительство независимой Беларуси. И об этом знают все белорусы. В эту трудную минуту ты подставил своё плечо, Беларусь, протянул руку помощи, и мы это будем помнить всегда. Я тебе только что сказал, скажу публично, что я не хочу быть твоим должником, в хорошем смысле слова, не только в материальном. И я тебе клянусь, что мы для Венесуэлы сделаем столько, что ты никогда не пожалеешь, что с нами связался. Спасибо тебе огромное. Большое спасибо за теплый приём. Спасибо за приём, который вы оказали на этой земле. Это родина, которую мы чувствуем своей так же. Как в Венесуэлу вы чувствуете белорусской родиной. Мы продолжаем идти по нашей дороге и будем идти всегда по ней. Эта поддержка, которую вы нам даёте, является чрезвычайно важной. Это касается темы обмена технологий, темы отмена технологий, темы отмена технологий, темы отмена технологий, передачи технологий, los тракторы белорусские тракторы. Они работают успешно на венесуэльских полях. Тема нефтехимии, продуктов питания. Очень важна та помощь, которую вы нам предоставляете. И мы должны отвечать с тем же чувством долгом, который мы делаем. Что мы в курсе, что ваши нефтеперерабатывающие заводы нуждаются в нефти. У Венесуэла самые большие запасы нефти в мире. Белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям не будет не хватать. На протяжении 200 лет. Начало создания стратегического альянса Белоруссии и Венесуэлы было дано в конце июля 2006 года. Тогда в ходе первого официального визита в страну президента Уго Чавеса белорусские и венесуэльские лидеры подписали совместную декларацию, в которой определили общность позиций на международной арене и наметили приоритеты в экономическом сотрудничестве. Несмотря на географическую удаленность, у Белоруссии и Венесуэлы оказалось много общего. Близость как в выборе социально ориентированного внутриполитического курса, так и во внешней политике. Команды обоих президентов показали, что будут работать на долговременной основе. С годами Венесуэла и Беларусь стали партнерами стратегическими, успешно дополняющие экономики друг друга. Как деньги любят тишину, так и экономическое сотрудничество требует стабильности внутриполитической. Она у обеих стран есть, и это очень важно. Открывая переговоры в расширенном составе, Александр Лукашенко поздравил Уго Чавеса с убедительной победой его сторонников на сентябрьских парламентских выборах. Итоги голосования на парламентских выборах свидетельствуют о широкой народной поддержке, что подтверждает правильность выбранного вами курса. Итоги голосования на парламентских выборах свидетельствуют о широкой народной поддержке, что подтверждает правильность выбранного вами курса. Ваша победа будет способствовать укреплению сотрудничества между Беларусью и Венесуэлой, а также, самое главное, дальнейшем развитии стратегического альянса между нашими странами. Сегодня белорусско-венесуэльское сотрудничество – это десятки многомиллионных контрактов и программ. Не без гордости, говорит Александр Лукашенко. А структура белорусского экспорта в Венесуэлу насчитывает 93 позиции. Но схема «купи-продай» – это не про Беларусь и Венесуэлу. Страны не хотят ограничиваться просто торговлей и активно развивают промышленную кооперацию. Заводы по производству мазов и тракторов должны заработать в Венесуэле уже менее чем через год. Возводится производство по выпуску стройматериалов. Современный агропромышленный комплекс его тоже создадут белорусы в Венесуэле и построят в Венесуэла жилье. Пять тысяч квартир в штате Арагуа реконструируют район Мерафлорес в Каракасе. Новый облик получат города в штатах Арагуа и Баринос. В дома их жителей скоро придет газ, ведь белорусы активно газифицируют Венесуэлу. За последнее время, и это достаточно короткий промежуток времени, мы немало сделали в области нефтехимии, строительстве, газификации, промышленности, сельском хозяйстве. Но предстоит, как вытекает из сегодняшних переговоров, сделать значительно больше для углубления наших связей. Это не только промышленность, это не только инфраструктура, дороги, добыча нефти, природного газа, но и взаимодействие наше в области образования, культуры, спорта. Однако сотрудничество в нефтехимической сфере приоритет. Беларусь уже получает нефть из Венесуэлы. В ходе переговоров Угачавис гарантировал стабильность поставок черного золота на среднесрочную перспективу. В присутствии президентов соответствующий контракт подписали белорусская нефтяная компания и Петролиус де Венесуэла. Венесуэла поставит белорусским НПЗ в ближайшие три года 30 миллионов тонн нефти. Это, кстати, четкий сигнал и для стран-транзитеров. Известно, что Прибалтика и Украина видят в этих проектах свою заинтересованность. Я особо хочу поблагодарить тебя, твоих товарищей, всех венесуэльцев, за организацию поставок в Беларуси углеводородного сырья. Мы особенно признательны руководству и работникам венесуэльской нефтяной компании, которая выполняет все договоренности. И сегодня мы с вами обсудили дальнейшее направление сотрудничества в этой важной сфере и по всем вопросам, которые поднимались, договорились на будущее. Вторая тема – это нефть. Ты нас благодаришь. А я тебя благодарю. Потому что иметь возможность привезти нефть из Венесуэлы в сердце Европы. На ваши перерабатывающие заводы в Беларуси. Это является нечто очень стратегичным для нас. Вы нам позволяете расширять направление, куда мы продаем нашу нефть. Подписанием только одного нефтяного документа дело не ограничилось. Скреплен подписями меморандум о взаимопонимании между Беларусьнефтью и Венесуэльской нефтяной корпорацией. Речь идет о присоединении к белорусско-венесуэльскому нефтедобывающему СП двух месторождений, что позволит увеличить добычу нефти в Венесуэле до 1,3 млн тонн в год. К этому добавился еще один проект по ремонту и бурению скважин. Итогами переговоров президенты остались более чем довольны. В успехе грандиозных планов Уго Чавес не сомневается и иронично сравнивает себя с Колумбом. Только наоборот. Мы сейчас открываем новые земли. Раньше мы находились в других мирах. Раньше Беларусь не существовала на карте венесуэльцев. Точно так же Венесуэла не существовала на карте Беларуси. И наша борьба привела нас к этой точке. Венесуэльские инвестиции в белорусскую экономику, совместный выход на рынки третьих стран через Белорусский торговый дом Венесуэля, проекты более чем ясной перспективой. Проговорив более 7 часов, Александр Лукашенко и Уго Чавес дали четко понять. Белорусско-Венесуэльский альянс это всерьез и надолго. Сергей Хоментовский, Светлана Конопадская, Уго Чавес в Минске, в центре внимания. Второй день визита в нашу страну Уго Чавес посвятил знакомству с экономическим потенциалом Беларуси. Высокого гостя, конечно же, интересовало применение белорусского опыта у себя на родине. У Венесуэлы есть вопросы по строительству, АПК, промышленности. Много людей, которые нуждаются в жилье. Сельскохозяйственную продукцию импортируют. Но эти проблемы преодолимы, когда есть друзья. Белорусы уже помогают венесуэльцам решить квартирный вопрос и обеспечить продовольственную безопасность. А скоро в Венесуэле появятся и промышленные предприятия известных белорусских брендов. Совместных проектов десятки. И это тот случай, когда география партнерству не помеха. Воскресенье, 9 утра. Если бы в этом доме уже жили люди, они бы очень удивились виду, который открывается у них из окна. Президент Венесуэлы Уго Чавес решил начать свой воскресный день с посещения одного из строящихся микрорайонов столицы. К новому дому Уго Чавес подъехал за рулем черного Мерседеса. В это рабочее воскресенье латиноамериканский лидер предпочел водительское сиденье пассажирскому. Президент Венесуэлы сразу засыпал белорусских строителей вопросами. Сколько занимает строительство такого дома? Устоят ли панели при землетрясении? И, конечно, как выглядит такой дом изнутри? Это трехкомнатная квартира. Есть апартамент в двухкомнатной комнате, 3 сантиметра с льонос. Общая площадь 80 метров. Похоже, что увиденным глава Боливарианской республики остался доволен. Результат этой поездки – план по строительству первого панельного венесуэльского дома. Кстати, возвести его латиноамериканский лидер пригласил белорусских строителей, которые имеют опыт работы в Венесуэле. Подписаны контракты на 600 миллионов долларов. И в стадии подписания еще на миллиард 200. Сегодня в стадии строительства в штате Маракай на 5000 квартир микрорайон. Это в основном микрорайон – пятиэтажные жилые дома. Их особенно с открытыми лечными клетками между двумя домами. После Угачави составил отзыв белорусским строителям. Обратите внимание на картинку. Президент Венесуэлы – левша. А значит, человек творческий. У себя на родине Чавес ведет программу «Алло, президент», где регулярно в прямом эфире общается с населением. Сегодня он попробовал себя в роли ведущего и на белорусской земле. В Дзержинский агрокомбинат Чавес приехал с четкой целью – организовать похожее предприятие у себя. Оборот сельхозгиганта – 100 миллионов долларов в год. Прибыль – 24 миллиона. Ежегодно это производство поставляет тысячи тонн мяса птицы на рынки Беларуси и СНГ. Похоже, руководство нашло с Чавесом общий язык. И запланировали постройку молочной фермы в Венесуэле. По аналогии с такой же, как в агрокомбинате Дзержинском. Затем Чавес решил лично посмотреть производство Белазов. Потребность Боливарианской республики оценивается в 128 машин. После небольшого тест-драйва на огромном самозвале, его грузоподъемность 360 тонн, разговор зашел и ОСП по производству автогигантов. Самые крупные машины невыгодно доставлять. Проще организовать выпуск некоторых самых тяжелых частей в Венесуэле. Видимо, так и будет. Уга Чавес и название уже придумал – «Вен Белаз». А это уже МАЗ. Сюда Чавес приехал увидеть весь модельный ряд завода. Уже через год начнет работать СП по сборке автобусов и грузовиков в Венесуэле. Самое время правильно подобрать ассортимент. Это производственная уже единица, которая будет производить автомобили, производить автобусы. Там создаются мощности на 5000 единиц в год. Продукция машиностроения составляет более 20% белорусского экспорта в Венесуэлу. И, судя по всему, сегодняшний визит Уга Чавеса значительно увеличит эту цифру. Дмитрий Кахной, Олег Соркин. В центре внимания. Под занавес насыщенного впечатлениями дня Уга Чавес прибыл на площадку национальной библиотеки. Здесь высокому гостю были продемонстрированы самые современные образцы нефтегазового оборудования, выпускаемого в Беларуси. А также самые мощные тракторы из модельного ряда МТЗ. Он специально попросил подробнее рассказать о промышленном производстве Беларуси, ради чего даже перенес на завтра вылет своего самолета. Президента Венесуэлы встречал Александр Лукашенко, белорусский лидер, и сам много рассказывал гостю о технических характеристиках той или иной техники. После чего Уга Чавес смог сам оценить работу МТЗ-3522. Президент Венесуэлы прокатился на площадке перед библиотекой. А внутри помещения делегацию ждали народные танцы Венесуэлы. Борельеф национального героя Венесуэлы Симона Боливара, подарок специально сделанный к этому визиту народным умельцам Николаем Нестеровским, тронул высокого гостя. Родные его духу мелодии заставили танцевать. Водушевленный, на самом деле дружеским приемом братской, по словам самого Чавеса Беларуси, венесуэльский президент лично спел песню в честь Беларуси. И поблагодарил Александра Лукашенко и всех присутствующих за то, что он смог найти близкий по духу народ, хоть и далекий географический. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова